Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сын Единородный, Безначального Отца, Ты сказал предчистыми устами Твоими, якобы без меня не можете делать ничего. Господи, верую в Твои слова. Помоги нам. Все дела нами начинаем и в Тебе Самом совершить. Не дай нам уклониться ни направо и ни налево от истинного понимания смысла слов Писания. И пребудь с нами в этот день. Хвала Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Итак, продолжаем чтение Великого Инквизитора Книги братья Карамазова Федора Михайловича Достоевского Братья Карамазовы Так, сейчас открою, где мы остановились Включу демонстрацию И продолжим Напоминаю, что это идет беседа Дьявола в лице Кардинала Со Христом Сидящим в темнице Итак Неспокойство Сметение Несчастье Вот теперешний удел людей После того, как Ты Столь претерпел за свободу их Великий пророк Твой в видении И воносказании говорит Что видел всех участников первого воскресения И что было их из каждого колена по двенадцати тысяч Но если бы их было столько То были бы они как бы не люди, а Боги Они вытерпели крест Твой Они вытерпели десятки лет Голодной и ногой пустыни Питаясь акридами И кореньями И уж Конечно Ты можешь с гордостью указать На этих детей свободы Свободной любви Свободной и великолепной жертвы Их во имя Твое Но вспомни, что их было всего только несколько тысяч Да и то богов А остальные? И чем виноваты остальные слабые люди Что не могли вытерпеть того Что могучие? Чем виновата слабая душа Что не в силах вместить столь страшных даров? Да неужто же и впрямь приходил ты Лишь к избранным и для избранных? Но если так То тут тайна И нам не понять ее А если тайна То и мы вправе были проповедовать тайну И учить их Что несвободное решение сердец их Важно И не любовь А тайна Которой они повиноваться должны слепо Даже мимо их совести Так мы и сделали Мы исправили подвиг твой И основали его на чуде Тайне и авторитете И люди обрадовались Что их вновь повели Как стадо И что сердец их снят Снят наконец столь страшный дар Принесший им столько муки Правы мы были Учая дело и так Скажи Неужели мы не любили человечество Столь смиренно Сознав его бессилие С любовью облегчив его ношу И разрешив Словосильной природе его Хотя бы и грех Но с нашего позволения К чему же теперь пришел Нам мешать И что ты молча И проникновенно глядишь на меня Кроткими глазами своими Рассердись Я не хочу любви твоей Потому что сам не люблю тебя И что мне скрывать от тебя Или я не знаю с кем говорю То что имею сказать тебе Все тебе уже известно Я читаю это в глазах твоих И я ли скрою от тебя тайну нашу Может быть Ты именно хочешь услышать ее Из уст моих Слушай же Мы не с тобою А с ним Вот наша тайна Мы давно уже не с тобою А с ним Уже восемь веков Ровно восемь веков назад Как мы взяли от него то Что ты С негодованием отверг Тот последний дар Который он предлагал тебе Показав все царства земные Мы взяли от него Рим И меч Кесаря И объявили лишь себя Царями земными Царями едиными Хотя и до ныне Не успели еще Привести наше дело К полному окончанию Но кто виноват О Дело это до сих пор Лишь в начале Оно Но оно началось Долго еще ждать Завершения его И еще много Выстрадает земля Но мы достигнем И будем Кесарями И тогда уже Помыслим О всемирном Счастье людей А между тем Ты бы мог еще И тогда взять Меч Кесаря Зачем ты отверг Этот последний дар Приняв этот Третий совет Могучего духа Ты восполнил Восполнил бы Все чего Ищет человек На земле То есть Перед кем Преклониться Кому вручить совесть И каким образом Соединиться Наконец всем В бесспорный Общий И согласный Муравейник Ибо потребность Всемирного Соединения Есть третье И последнее Мучение Людей Всегда Человечество В целом Своем Стремилось Устроиться Непримерно Всемирно Много Было Великих Народов С великой Историей Но чем Выше Были Эти Народы Тем Были И несчастнее Ибо Сильнее Других Сознавали Потребность Всемирности Соединения Людей Великие Завоеватели Тимура Инчихисханы Пролетели Как вихрь По земле Стремясь Завоевать Вселенную Но и те Хотя Бессознательно Выразили Ту же Самую Великую Потребность Человечества Ко всемирному И всеобщему Единению Приняв Мир Порфиру Кесаря Основал Бы Всемирное Царство И дал Всемирный Покой Ибо Кому Же Владеть Людьми Как Не Тем Которые Владеют Их Совестью И В чьих Руках Хлебы Их Мы Взяли Меч Кесаря А Взяв Его Конечно Отвергли Тебя И пошли За Ним О Пройдут Еще Века Бесчинства Свободного Ума Их Науки И Атропофагии Потому Что Начав Вызводить Свою Вавилонскую Башню Без Нас Они Кончат Антропофагией Но Тогда Три Проползет К нам Зверь И Будет Лизать Ноги Наши И Обрыжет Их Кровавыми Слезами Из Глаз Своих И Мы Сядем На Зверя И Воздвигнем Чашу И Надей На ней Будет Написано Тайна Но Тогда Лишь И Тогда Нас Станет Для людей Царство Покоя И Счастья Ты Ты Гордишься Своими Избранниками Но У Тебя Лишь Избранники А Мы Успокоим Всех Да И Так Ли Еще Сколь Многие Из Этих Избранников Из Могучих Которые Могли Бы Стать Избранниками Устали Наконец Ожидая Тебя И Понесли И Еще Понесут Силы Духа Своего И Жар Сердца Своего Своего Наиную Ниву И Кончат Тем Что На Тебя Же И Воздвигнут Свободное Знамя Свое Но Ты Сам Возвиг Это Знамя У Нас Же Все Будут Счастливы И Не Будут Более Ни Бунтовать Ни Истреблять Друг Друга Как В Свободе Твоей Повсеместно О Мы Убедим Их Что Они Тогда Только И Станут Свободными Когда Откажутся От Свободы Своей Для Нас И Нам Покоряться И Что Же Правы Мы Будем Или Солжом Они Сами Убедятся Что Правы Ибо Вспомнят До Каких Ужасов Рабства И Сметения Доводила Их Свобода Твоя Свобода Свободный Ум И Наука Заведут Их В Такие Дебри И Поставят Перед Такими Чудами И Неразрешим Тайнами Что Одни Из них Непокорные И Свирепы Истребят Себя Самих Другие Непокорные Но Малосильные Истребят Друг Друга А Третьи Оставшиеся Слабосильные Несчастные Приползут К Ногам Нашим И Вы Запиют К Нам Да Вы Были Правы Вы Одни Владели Тайной Его И Мы Возвращаемся К Вам Спасите Нас От Самих От Себя Самих Так Братья Сейчас Я На Три Минуты Отойти Должен Пока Можете Обсудить Прочитанные Я Отошел На Три Минуты И Там Выключить Надо Брат Я Зачитаю Если Может Тогда То Что Выделил Если Тут Кто То Есть Это Речь Сатаны Прям Непосредственно Который Клевещет На Бога Конечно Хорошо Каждому Себе Выделять Вот Как Я Выделяю Неспокойство Сметение Несчастье Здесь Первое Я Выделил Тоже Чего Начали Читать Это Ровно Противоположное Состояние У любого Верующего Господь Говорит Придите Ко мне Все Труждающие Себремененные Я Успокою Вас Сатана Полностью Разворачивает Это На Другое Дальше Я Выделил Чем Виноваты Остальные Слабые Люди Что Не Смогли Вытерпеть Того Что Могучие Я Выделил То То есть Конкретно Идет Подкоп По То Что Вы Род Святой Люди Взятые В удел Дабы Возвещать Призвавшего Вас Весь Мы В темный Свой Свет Ты Приходил Лишь К избранным Для Избранных Господь Пришел Ко всем Написано Всех Искупить Всем Дает Шанс Он Говорит Нет Только Для Избранных Все Которые Слабые Ты Выкинул Клещ Тайна Которые Они Должны Повиноваться Слепо Мимо Их Совести Опять Ложь Потому Что Как раз Наоборот Господь Нас Возвращает К своей Совести Которая Не Изуродована Грехом Игнать Тихонович Тоже То Что Выделял Красном Мы Исправили Подвиг Твой И основали Его На чуде Тайне Авторитете У Бога Совершенно Все Не Так Не Нужно Ничего Исправлять За Него Я Не Хочу Любви Твоей Дальше Он Ему Говорит Сатана Потому Что Сам Не Люблю Тебя Но Это Понятно Он Его Не Любит Он Возгордился Сильно И Он Хочет Чтобы Также Подражали Безбожники Постоянно Говорят А зачем Я Его Должна Любить Неблагодарность Вот Это Взяли Меч Кесаря А взяв Его Для тебя И Пошли За Ним Это Может Сегодня Вспомнить Каждый То Что Происходит Сегодня Даже Кто Взял Меч Кесаря И Куда Пошел Мы Успокоим Всех Дальше Откажутся От Свободы Своей Для Нас И Нам Покоряться Не Бог Покоряться А Нам Под Под Кем Речь Конкретно Про Архиереев Который Не служит Богу Истребят Самих Себя Вы Одни Владели Тайны Его Это Жажда Такая У Людей Которые Слово Божие Не Изучают Чтобы К ним Обратить С другими У Священников Видимо У них Такой Замысел Чтобы К ним Обращались Как К Некому Граалю Священному Который Знает Тайну У нас Конечно Таких Наверное Нет Священников Но Это Так Как будто Бы Сказка Какая-то Слабосильных Существ Какими Они И созданы Опять Клевета Мы Созданы Подобием Подобие Образа Божия В нас Есть Образ Божий В человеке Как Как это Слабосильные Существа Опять Ложь Клевета То есть Тут Ровно Вот Федор Михайлович Он Прямо Конкретно Видит Как Эти Плевелы Сеются Сатаной Ты Вознес Их И Тем Научил Гордиться То есть Вознес Господь Говорит Унижен Будешь Будешь Гнать Тебя Будут А Сатана Говорит Нет Ты Вознес Ты Вознес Научил Их Гордиться Вот Ровно На 180 Разворачивается Вот Итак Продолжаем Получая от нас хлебы Конечно Они ясно будут видеть Что Мы Их же хлебы Их же руками Добытые Берем у них Чтобы им же Раздать Без всякого Чуда Увидят Что Не обратили Мы Камней В хлебы Но Воистину Более Чем Самому Хлебу Рады Они будут Тому Что Получает Его Из рук Наших Ибо Слишком Будут Помнить Что Прежде Без нас Самые Хлебы Добыты Ими Обращались В руках Их Лишь Камни А Когда Они Воротились К нам То Самые Камни Обратились В руках Их В хлебы Слишком Слишком Оценят Они Что Значит Раз Навсегда Подчиниться Брат Слишком Нужно Произносить Слишком То есть Многократно Да Слишком Оценят Они Что Значит Раз И Навсегда Подчиниться И Пока Люди Не Поймут Сего Они Будут Несчастны Кто Более Сего Способствовал Этому Непониманию Скажи Кто Раздробил Стадо И Рассыпало Его По путям Неведомым Но Стадо Вновь Соберется И Вновь Покорится И Уже Раз Навсегда Тогда Мы Дадим Им Тихое Смиренное Счастье Счастье Слабосильных Существ Какими Они И Созданы О Мы Убедим Их Наконец Не Гордиться Ибо Ты Вознес Их И Тем Научил Гордиться Докажем Им Что Они Слабосильны Что Они Только Жалкие Дети Но Что Детское Счастье Слаще Всякого Они Станут Робки И Станут Смотреть На Нас И Прижиматься К нам В страхе Как Птенцы К Наседке Они Будут Дивиться И Ужасаться На Нас И Гордиться Тем Что Мы Так Могучи И Так Умны Что Могли Усмирить Такое Буйное Тысячемиллионное Стадо Они Будут Расслабленно Трепетать Гнева Нашего Умы Их Оробеют Глаза Их Станут Слезоточивы Как У Детей И Женщин Но Столь Ж Легко Будут Переходить Они По Нашему Мановению К Веселью И К Смеху Светлой Радости И Счастливой Детской Песенки Да Нашего Нашего Позволения Позволяем Женщин Грешить Потому Что Их Любим Наказание За Эти Грехи Так И Быть Возьмем На Себя И Возьмем На Себя А Нас Они Будут Обожать Как Благодетелей Понесших На Себе Их Грехи Перед Богом И Не Будет У Них Никаких От Нас Таин Мы Будем Позволять Или Запрещать Им Жить С Их Женами И Любовницами Иметь Или Не Иметь Детей Все Судя По Их Послушанию И Они Будут Нам Покоряться С Весельем И Радостью Самой Мучительной Тайной Их Совести Все Все Понесут Они Нам И Мы Все Разрешим И Они Поверят Решению Нашему С Радостью Потому Что Оно Избавит Их От Великой Заботы И Страшних Теперешних Мук Решения Личного И Свободного И Все Будут Счастливы Все Миллионы Существ Кроме Сотни Тысяч Управляющих Ими Ибо Лишь Мы Мы Хранящий Тайну Только Мы Будем Несчастны Будет Тысячи Миллионов Счастливых Младенцев И Сто Тысяч Страдальцев Взявших На себя Проклятие Познание Добра И Зла Тихо Умрут Они Тихо Угаснут Во имя Твое И За гробом Обрящут Лишь Смерть Но Мы Сохраним Секрет И Для Их Счастья Будем Майнить Их Наградой Небесного И Небесную И Вечную Ибо Если Бы И Было Что На Том Свете То Уж Конечно Не Для Таких Как Они Говорят И Пророчествуют Что Ты Придешь И Вновь Победишь Придешь Со Своими Избранниками Со Своими Гордыми И Могучими Но Мы Скажем Что Они Спасли Лишь Самих Себя А Мы Спасли Всех Говорят Что Опозорена Будет Блудница Сидящая На Звере И Держащая В Руках Своих Тайну Что Взбунтуется Вновь Малосильные Что Разорвут Порфиру Ее И Обнажат Ее Гадкое Тело Но Я Тогда Встану И Укажу Тебе На Тысячи Миллионов Счастливых И мы Взявшие Грехи Их Для Счастья Их На Себя Мы Станем Перед Тобою И Скажем Суди Нас Если Можешь И Смеешь Знай Что Я Не Боюсь Тебя Знай Что И Я Был В Пустыне Что И Я Питался Акридами И Кореньями И Что Я Благословлял Свободу Которую Ты Благословлял Словил Людей И Я Готовился Стать В число Избранников Твоих В число Могучих И Сильных Жажду Восполнить Число Но Я Очнулся И Не Захотел Служить Безумию Я Воротился И Примкнув К сонму Тех Которые Исправили Подвиг Твой Я Ушел От Гордых И Воротился К Смиренным Для Счастья Этих Смиренных То Что Я Говорю Тебе Сбудется И Царство Наше Содержится Повторяю Тебе Завтра Ты Увидишь Это Послушное Стадо Которое По первому Мгновению Моему Бросится Подгребать Горящие Угли К Костру Твоему На Которому Скосожгу Тебя За то Что Пришел Нам Мешать Ибо Если Бы Кто Всех Более Заслужил Наш Костер То Это Ты Завтра Сожгут Тебя Дикси Так я Сказал Так я Сказал Иван Остановился Он Разгорячился Говоря И говорил С увлечением Когда же Кончил То Вдруг Улыбнулся Алеша Все Слушавший Его Молча Под Конец В чрезвычайном Волнении Много Раз Пытавшийся Перебить Речь Брата Но Видимо Себя Сдержавший Вдруг Заговорил Точно Сорвался С места Но Это Нелепость Скричал Он Краснее Поэма Твоя Есть Хвала Иисусу А не Хула Как Ты Хотел Того И Кто Тебе Поверит О Свободе Так Ли Так Ли Надо Ее Понимать То ли Понятие В Православии Это Рим Да и Рим Не весь Это Неправда Это Худшие Из Католичества Инквизиторы Иезуиты Да и Совсем Не Может Быть Такого Фантастического Лица Как Твой Инквизитор Какие Это Грехи Людей Взятые На Себя Какие Это Носители Тайны Взявшие На Себя Какое Проклятие Для Счастья Людей Когда Они Виданы Мы Знаем Иезуитов Про Них Говорят Дурно Но То ли Они Что У Тебя Совсем Они Не То Вовсе Не То Они Просто Римская Армия Для Будущего Всемирного Земного Царства С императором Римским Первосвященником Во главе Вот Их Идеал Но Без Всяких Тайной Возвышенности Возвышенной Грусти Самое Простое Желание Власти Земных Грязных Благ Порабощения Вроде Будущего Крепостного Права С тем Что Они Станут Помещиками Вот И Все У них Они В Бога Не Веруют Может Быть Твой Страдающий Инквизитор Одна Фантазия Да Стой Стой Смеялся Иван Как Ты Разгорячился Фантазии Говоришь Говоришь Ты Пусть Конечно Фантазия Но Позволь Однако Неужели Ты В самом Деле Думаешь Что Все Это Католическое Движение Последних Веков Есть И В самом Деле Одно Лишь Желание Власти Для Одних Только Грязных Благ Уж Не Отец Если Паисий Так Тебя Учит Нет Нет Напротив Отец Паисий Говорил Однажды Что То Вроде Даже Твоего Ну Конечно Не То Совсем Не То Спохватился Вдруг Алеша Драгоценные Однако Же Сведения Несмотря На Твое Совсем Не То Я Именно Спрашиваю Тебя Почему Твои Иезуиты Инквизиторы Сокупились Для Одних Только Материальных Искверных Благ Среди них Не Может Случиться Ни Одного Страдальца Мучимого Великую Скорбью И Любящего Человечества Видишь Предположи Что Нашелся Хотя Один Из Всех Этих Желающих Одних Только Материальных И Грязных Благ Хоть И Один Только Такой Как Мой Старик Эквизитор Который Сам Ел Корень В Пустыне И Бесновался Побеждая Плоть Свою Чтобы Сделать Себя Свободным И Совершенным Но Однако Ж Всю Жизнь Свою Любивший Человечество И Взруг Прозревший И Увидевший Что Невелико Нравственное Блаженство Достигнуть Совершенства Воли С тем Чтобы В то же Время Убедиться Что Миллионы Остальных Сущев Божьих Остались Устроенными Лишь Насмешку Что Никогда Не в силах Они будут Справиться Со своей Свободой Что Из Жалких Бунтовщиков Никогда Не выйдет Великанов Для Завершения Башни Что Не Для Таких Гусей Великий Идеалист Мечтал О Своей Гармонии Поняв Все Это Он Воротился И Примкнул Умным Людям Неужели Этого Не могло Случиться Кому Примкнул Каким Умным Людям Почти В азарте Воскликнул Алеша Никакого У них Нет Такого Ума И Никаких Таин И Секретов Одно Только Разве Безбожие Вот И Весь Секрет Инквизитор Твой Не Верует В Бога Вот И Весь Его Секрет Хотя Бы И Так Наконец То Ты Догадался И Действительно Так Действительно Только В этом Весь Секрет Но Разве Это Не Страдание Хотя Ты Для Того Хотя Б Для Того Как Он Человека Который Всю Жизнь Свою Убил На Подвиг В Пустыне И Не Излечился От Любви К Человечеству На Закате Дней Своих Он Убеждался Ясно Что Лишь Советы Великого Страшного Духа Могли Бы Хоть Сколько Нибудь Устроить В Сносном Порядке Малосильных Бунтущиков Недоделанные Пробные Существа Созданные В Насмешку И Вот Убедясь В этом Он Видит Что Надо Идти По Указанному Указанию Умного Духа Страшного Духа Смерти И Разрушения А для Того Принять Ложь И Обман И Вести Людей Уже Сознательно К Смерти И Разрушению И Притом Обманывать Их Всю Дорогу Чтобы Они Как Нибудь Не Заметили Куда Их Ведут Для Того Чтобы Заметь Заметь Себе Обман Во Имя Того В Идеял Которого Столь Страстно Веровал Старик Во Всю Свою Жизнь Разве Это Не Несчастье И Если Бы Хоть Один Такое Учучился Во Главе Всей Этой Армии Жаждущей Власти Для Одних Только Грязных Благ То Неужели Же Недовольно Хоть Одного Того Чтобы Вышла Трагедия Мало того Довольный Одного Такого Стоящего Во Главе Чтобы Нашлась Наконец Настоящая Руководящая Идея Всего Римского Дела Со Всеми Его Армиями И Иезуитами Выше Идея Этого Дела Я Тебе Прямо Говорю Что Я Твердо Верую Что Этот Единый Человек И Не Оскудивал Никогда Между Стоящими Во Главе Движения Кто Знает Может Случались И Между Римскими Первосвященниками Эти Единые Кто Знает Может Будь Этот Проклятый Старик Столь Упорный Столь По-своему Любящий Человечество Существует И Теперь В виде Целого Сонма Многих Таковых Единых Стариков И Не Случайно Вовсе А Существует Как Согласие Как Тайный Союз Давно Уже Устроенный Для Хранения Тайны Для Хранения Ее От Несчастных И Малосильных Людей С тем Чтобы Сделать Их Счастливыми Это Непременно Есть Да И Должно Так Быть Мне Мерещится Что Даже У Масонов Есть Что Нибудь Вроде Этой Тайны В Основе Их И Что Потому Католики Так И Ненавидят Так И Ненавидят Масонов Что Видят В них Конкурентов Раздробление Единства Идеи Тогда Как Должно Быть Едино Стадо Един Пастырь Впрочем Защищая Мою мысль Я имею Вид Сочинителя Не Выдерживавшего Твоей Критики Не Выдерживавшего Не Выдерживавшего Довольно Довольно Об Этому Ты Может Быть Сам Масон Вырвалось Вдруг У Алеши Не Веришь Бога Прибавил Он Но Уже С Чрезвычайной Скорбью Ты Не Веришь Бога Прибавил Он Уже С Чрезвычайной Скорбью Ему Показалось К тому Же Что Брат Смотрит На Него С Насмешкой Чем Же Кончится Твоя Поэма Спросил Он Вдруг Смотря В Землю Или Уже Она Кончена Я Хотел Ее Кончить Так Когда Инквизитор Умолк То Некоторое Время Ждет Что Пленник Его Ему Ответит Ему Тяжело Его Молчание Он Видел Как Узник Все Время Слушал Его Проникновенно И Тихо Смотря Ему Прямо В глаза И Видимо Не Желая Ничего Возражать Старику Хотелось Бы Чтобы Тот Сказал Ему Что Нибудь Хотя И Горькое И Страшное Но Он Вдруг Молча Приближается К Старику И Тихо Целует Его В Бескровные Девяностолетние Уста Вот И Весь Ответ Старик Сдрагивает Что-то Шевельнулось В концах Губ Его Он Идет К двери Отворяет Ее И Говорит Ему Ступай И не Приходи Более Не Приходи Вовсе Никогда Никогда И Выпускает Его На Темный Стоп Награда Пленник Уходит А Старик Поцелуй Горит На Его Сердце Но Старик Остается В Прежней Идеи И Ты Вместе С ним И Ты Горестно Воскликнул Алеша И Иван Засмеялся Да Ведь Это Ж Вздор Это Ж Вздор Алеша Ведь Это Только Бестолковая Поэма Бестолкового Студента Который Никогда Двух Стихов Не Написал К Чему Ты В Такой Серьез Берешь Уж Не Думаешь Ли Ты Что Я Прямо Поеду Теперь Туда К Иезуитам Чтобы Стать Сонны Людей Поправляющих Его Подвиг О Господи Какое Мне Дело Я Ведь Тебе Сказал Мне Бы Только До Тридцати Лет Дотянуть А Там Кубок Об Пол Кубок Об Пол А Клейки Листочки А Дорогие Могилы А Голубое Небо А Любимая Женщина Как Жить Ты Будешь Чем Ты Любить Ты Будешь Голесно Воскликнула Леша С Таким Адом В груди В голове Разве Это Возможно Нет Именно Ты Едешь Чтобы К ним Кремкнуть А Если Нет То Убьешь Себя Сам А Не Выдержишь Есть Такая Сила Что Все Выдержит С холодной Усмешкой Проговорил Иван Какая Сила Карамазовская Сила Низости Карамазовской Это Потануть В Разврате Задавить Душу В Растлении Да Да Пожалуй Это Только До Тридцати Лет Может быть И Избегну А Там Как же Избегнешь Чем Избегнешь Это Невозможно С твоими Мыслями Опять Таки По Карамазовски Это Чтобы Все Позволено Все Позволено Так Ли Так Ли Иван Нахмурился И вдруг Странно Как-то Побледнел А Это Ты Подхватил Вчерашнее Словцо Которым Так Обиделся Меусов И что Так Наивно Выскочил И Переговорил Брат Дмитрий Криво Усмехнулся Он Да Пожалуй Все Позволено Если Уж Слово Произнесено Не Отрекаюсь Да И Редакция Митенькина Недурна Алеша Молча Глядел На Него Я Брат Уезжая Думал Что Имею На Всем Свете Хоть Тебя С Неожиданным Чувством Проговорил Вдруг Иван А Теперь Вижу А Теперь Вижу Что И В твоем Сердце Нет Мне Нет Места Мой Милый Отшельник От Формулы Все Позволено Я Не Отрекусь Ну И Что Ж За Это Ты От Меня Отречешься Да Да Алеша Встал Подошел К нему И молча Тихо Поцеловал Его В губы Литернатурное Воровство Вскричем Встречал Иван Иван Переходя Вдруг В какой-то Восторг Это Ты Украл Из Моей Поэмы Спасибо Однако Вставай Алеша Идем Пора Мне И тебе Они Вышли Но Остановились У крыльца Трактира Вот Что Алеша Проговорил Иван С твердым Голосом Если В самом деле Хватит Меня Наклейки Листочки То Любить Их Буду Лишь Тебя Вспоминая Довольно Мне Того Что Ты Тут Где-то Есть И Жить Еще Не Расхочу Довольно Этого Тебе Если Хочешь Прими Хоть За Объяснение В Любви А Теперь Ты Ты Направо А Я Налево И Довольно Слышишь Довольно То Если Я Завтра Не Уехал Кажется Уеду Наверное И Мы Бы Еще Опять Как Нибудь Встретились То Уже На Все Эти Темы Ты Больше Со Мною Ни Слова Настоятельно Прошу А Насчет Брата Дмитрия Тоже Особенно Прошу Тебя Даже Не Заговаривай Со Мною Никогда Больше Прибавил Он Друг Раздражительно Все Исчерпано Все Переговорено Так Ли А А я Тебе Со Своей Страны За Это Тоже Обещание Дам Когда К Тридцати Годам Я Захочу Бросить Кубок Об Пол То Где Бо Ты Ни Был Я Так И Приду Еще Раз Переговорить С Тобою Хотя Б Даже Из Америки Это Ты Знай Нарочно Приеду Очень Интересно Будет И На Тебя Поглядеть К Тому Времени Как Обещание А В самом Деле Может Быть Лет На Семь На На Десять Прощаемся Но Иди Теперь К Твоему Патер Серафикус А Это Патер Чуть Отец Что Ведь Он Умирает Умрет Без Тебя Так Еще Пожалуй На Меня Рассердишь Что Я Тебя Задержал До Свидания Целуй Меня Еще Раз Вот Так И Ступай Иван Друг Повернулся И пошел Свою Дорогою Уже Не Оборачиваясь Похоже Было На То Как Вчера Ушел От Алеши Брат Дмитрий Хотя Вчера Было Совсем В Другом Роде Странно Это Замечание Замечаница Промелькнула Как Стрелка В печальном Уме Алеши Печальным Искорным В эту Минуту Он Немного Подождал Глядя Вслед Брату Почему-то Заприметил Вдруг Что Брат Иван Идет Как-то Раскачиваясь И что У него Правое Плечо Если Сзади Глядеть Кажется Ниже Левого Никогда Он Этого Не Замечал Прежде Но Вдруг Он Тоже Повернулся И почти Побежал К Монастырю Уже Сильно Смеркалось Ему Было Почти Страшно Что-то Нарастало В нем Новое Но Что Он Не Мог Бы Дать Ответа На Что Он Не Мог Бы Дать Ответа Поднялся Опять Как Вчера Ветер И Вековые Сосны Мрачно Зашумели Кругом Него Когда Он Вошел Свитский Лесок Он Почти Бежал Патер Серафикус Это Имя Он Откуда Это Взял Откуда Примелькнуло Алеша Иван Бедный Иван И Когда Я Теперь Тебя Увижу Вот И Скид Господи Да Да Это Он Это Патер Серафикус Он Спасет Меня От Него И Навеки Потом Он С великим Недоумением Припоминал Несколько Раз Своей Жизни Как Он Мог Вдруг После Такого Того Как Расстался С Так Совсем Забыть О брате Дмитрии Который Утром Всего Только Несколько Часов Назад Положил Непременно Разыскать И не уходить Без того Хотя бы Пришлось Даже И Даже Не воротиться На эту Ночь В монастырь Так Завискнут Устал Завески Немесколько Жизнь Несколько 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 И человек, как от чумы, от вас проклятием отпрянет. И вы с позором на челе пойдете ужасом объяты, как древле брат, убивший брата, искать приюта на земле. 27 февраля 1862 год. 2 Петра 2.1. Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Пафнутий Боровской писал 1 мая у него. 1 мая, получается, день памяти. Духовные дети преподобного почитали его и боялись. Георгий Васильевич, князь Дмитриевский, рассказывал, что когда он шел на исповедь к преподобному, у него подгибались колена. Это из его жутей. Апостол Иоанн старел из года в год. Явление обычное для человеков сущих. Один, как есть живой, и не попал в расход. Каким-то образом разведрились все тучи. Он часто повторял почти одно и то же. Казался, может, скучным громотеем. Да любят прихожане заповеди Божьи. Христос всех обездоленных накормит и согреет. От старости, быть может, немало позабылось. Со временем не в ногу устало ковылял. Любовь и в возрасте разогревает стылость. Живет одной любовью и крошку пополам. Под сединой, естественно, в болезни обезножить. И на носилках с радостью снесут ученики. Под дерево детишек загнал осенний дождик. Легко им с тем заспорить, кто скажет вопреки. И снова о любви прошамкает им старец. Поднимет перст скорявый и в небеса покажет. Откуда ожидать? Бог милостью одарит. А без любви вам будет вся... А без любви вам будет вся жизнь на много гаже. Апостол Иоанн не на пустом писал. С реликтовым кустом считался одногодком. Когда с Христом ходил, он был почти пацан. Пространство ограничено его с рыбацкой лодкой. Но на горе Фавор впиряет в вечность взор и видит Иисуса прославленным на диво. Влюбленными глазами смотрел он с этих пор. И от большой любви слагались в сердце гимны. Кто знал бы без него про остров Лысый Патмос, где откровение он с трепетом напишет. Он тайновидцем стал. Таков отныне статус. Там двадцать две главы и ничего, что лишнее. Апостол Иоанн напишет, не обман. Антихриста он выявит по нелюбви к Иисусу. Как хорошо, что мощи его не по домам. И даже эта малость ему огромным плюсом. Игнатий Тихонович Лапкин, 25 августа, видимо, 2007 года или 2097 года. Следующий стих, стихотворение. Бегут народы, пыль до облаков. В пересмертной жажде рыщут миллионы. Без очереди жизни холокост, устроенный антихристом в законе. С цепи сорвалась в пропасть головня. Кто за Коран готов и на таран? Смолой дымится ночью полынья. К тому, кто позабыл дорогу в храм. Искусственно надуманно сорвется. Предгрозовая в мире тишина. Незванная с косой стучится гостья. Беспечным, сонным будет не до сна. Пророки древности угрозами гремят. Апостол им уштрует исполнением скорым. И многих будут четкие. У многих будут четкие из гранат. В священной книгах будет только Тора. Тора. Сметет волна ненужных едоков. Ненужным может статься, стану я. Когда лоза становится дичком, светильник тут угас. И не маяк. Во всех народах, даже до окраин, свидетелей евангельских заметят. Иных пристрелят, а кого-то ранят. Облечься силою духовною успеть бы. Микроскопическая часть из христиан с достоинством пройдет предназначение. С позором выведут их за Христом за стан. Удар мечом и совершил течение. Я мысленно с остатком из святых. Пытаюсь протрубить благую весть. Кагал ее бьет под самый дых. Их позывной шестьсот шестьдесят шесть. Мы все бежим на поприще Иисуса. Достичь бы финиша, в пути не ослабеть. От дыма ересей спастись, не заклимнуться. Остаться человеком средь людей. 20 февраля 2006 года. Игнатий Тихонович Лапкин. Ну тут подряд стихи идут. Дальше будем читать их или закончим на этом? Так, меня слышно вообще? Слышно очень хорошо. Слава Богу, то я уже... Так, ну... Давайте тогда прочитаем дальше. Без царя для страны, без царя в голове. Сколько бед натворили о смерти забывшие. Прошлой жизни не зная, спешили ли ведь. Гнали толпами, толпами к вышке. Были люди тогда при далеком царе, Где предвидел итог революции подлой, Что без Бога во строго скотинки звереть. Быть сиротским слезам многоводную Волгой. Царь ты, царь, не один, Препротился весь в дым. А торонков не сыщешь от слуг ильстецов. Почему не прислушался к людям простым? Им из Библии вечные не дали листок. Сколько возгласов было о царской семье, По российским глубинкам, в столицам, Во строгах. О субботе не думали, ни о земле. Об обрядности мертвой заботились строго. Только мысленно можно проникнуть к царям. Там кордонные стражников лютых молют. Под духовным одежком, похоже на срам, За евангельский дух заплюют, заклюют. И никто и нигде не проник в радость книг, Ни актоэхов нет, и ни темных триодий, А библейских, которым народ, что приник, Оказался для царствия вечности годен. Чтобы кору-кору берез и пергамент телячий Исписать, испечлить бы евангельским текстом, Эх, царишки цари, ни один не был зрячим, А теперь в тех хоромах антихрист наместник. И нельзя возвернуть и никак повторить. Были рядом епископы, сонмы священства, Там музеи и иконы под пудрой парик. Виноваты вы сами, признайтесь же честно. Значит, царь всех царей так подвел вам черту И кровавые точки поставил в подвале. Если б все возвернуть, что вам стоит черкнуть, Пару слов доброхотно, Христа чтоб призвали. 22 ноября 2006 года. Игнатий Тихонович Лапкин. Следующий. Бог так установил, что воцарился вилл. Препятствие сметая прорвался к воцарению. Тиран и деспот этот кому-то будет мил, И даже небоскребы над мением накренет. Но это лишь предтечи, как Гитлер или Сталин, Которым дьявол власть дает в условный срок. Христопродавцы те опять Христа распяли. И многом умолчено писание между строк. Метутся политологи, эксперты, предсказатели. Причины ищут войнам, инфляциям, дефолтам. Системы и концепции все-все расшифровали. Как нищему ягненку ужиться с диким волом. Рассудочные лекторы Антихристу потрафили. Жадный клан планирует кончину. Вычеркивает схемы, запутанные графики. И подгоняет из подваль к шестерочному чипу. Взгорбатились, согнулись пузатые шестерки. С ухмылкой у грабителей и олигархи. И в первом поклонении уже забытые, стертые. Их приравняла Библия к исчадию и гари. По Библии у них повсюду нестыковки. Писание они не брали в свой расчет. Всех несогласных с Библией враг обмешурил ловко. И экспериментами до смерти пропечет. Смутьяны, пустословы, родители о плоти. Сами неспасенные рабы своих страстей. Не только отупением заткнули уши плотно. Собою прихребателей подтянут под расстрел. Священное писание завесу приоткрыло. Что будет змеем дан, и всадник упадет. И чудовище воссядет с пучеглазым рылом. На золотом тельце последний идиот. Благочестиво жившим, кто был рожден от духа. Есть крупный шанс поревновать о собственной душе. Оплакивать грехи. Но вот в глазницах сухо. Невеста церковь. Ей в страданиях хорошеть. 9 апреля 2009 года. Игнатий Тихонович Лапкин. Так и последнее стихотворение. В горах и по степям нагуливая жир. Стада петляют след, довольные травой. В распадках и кустах крадется старожил. Из темноты тревожной слышен вой. Мы говорим, естественный отбор. Но то и ходит щука, чтобы не дремал карась. Да, каждому свое, кому-то прокурор. Но только бы не мне. О, только бы не для нас. И кроличий вопрос застрял на языке. Меня? Меня? За что? Не хуже я других. Но наточили нож. И слышится. Окей. Проблеяло в кустах. И звук тотчас затих. А был ли там допрос, как в басне у ручья. Последний след к воде раздвоенных копыт. С молитвою росток, закованный зачах. Да божьего суда, о мученикам сник. По насыпи бегут теплушки для скота. Стада и табуны, отары и гурты. Поднимется самым Песчастных песчаных дюн Китай. Жующий саранчи прожорливые рты. Всех ждет Армагеддон. В дыму долины смерти Текут ручьи и реки До той реки Ефрат. Компьютер Ведь мы тем Доточного отмерит. А с неба упадет В талант тяжелый град. Настанет тучный пир Для птицы поднебесной. Кровь потечет тогда До самых конских уст. Жених погиб вдали. В роданиях невеста. Иначе не быть. Так предсказал Иисус. А волчий вой О царственно укрепший Трубит соединяйтесь Готов роскошный стол И сядет на престоле Как бог, но многогрешный Источник Источник всех несчастий Проклятия и зол. Наточен нож Ракета Как говорят Окей Идет погрузка стад На мясо комбинат А началась борьба По книжному С идей Всем эрам Всем народам Предсказанный Закат А после всех побед Христос придет на землю Как победитель зла Антихриста И змея Желающий спастись Пусть этим строком Внемлет Пророчества в пути Никто их не отменит Тюрьма 25 мая 1986 год Камера 12 Игнатий Тихонович Лапхин Все Тут мне зауказанное Можно включить Посмотреть Как этого Антихриста Показывает Курьянов Михаил Хотя бы Немножко посмотреть Как они его В самом конце О Еще Сейчас Да-да-да Я тут что-то вставил Ну ладно Это все равно Никуда не сохранится Сейчас Так Ну мы смотрели Конечно Давайте посмотрим На чем Остановились Сейчас Ты не имел Недостатка В предупреждениях И указаниях Но ты не послушал Предупреждения Ты отверг Единственный путь Которым можно было Устроить людей Счастливыми И узнаешь Тогда Сын ли ты Божий И докажешь Тогда Какова вера Твоя В отца Твоего О Ты понял Тогда Что Сделав Лишь шаг Лишь движение Броситься Вниз Ты Ты тотчас Ищет Ищет не столько Бога Сколько Чудес И так Как человек Оставаться Без чуда Не в силах То Насознаст Он себе Новых чудес Ты не сошел С могуществом Раз Навсегда Его Ужаснувшим Клянусь Человек Слабее И ниже Создан Чем ты О нем думал Да неужто Ты Прям Приходил Лишь к избранным И для избранного Но если Так То тут Тайна И нам Не понять Ее Мы Исправили Подвиг Свой И основали Его На Чуде Тайне И Авторитете И люди Обрадовались Что их Опять Повели Как стадо Что Сердец Их снят Столь Страшный Дар Принесший Столько Гори Муки Право Мы были Учая Делай Так Скажи К чему Ты пришел Теперь Мешать Нам Мы не с тобой А с ним Вот наша Тайна Мы давно Уже не с тобой А с ним Уже Восемь Веков Ровно Восемь Веков Назад Мы взяли От него То Что ты С негодованием Отверг Тот Последний Дар Который Он Предлагал Тебе Показав Тебе Все Царства Земные Все Это Дам Тебе Если Падше Поклонишься Мне А между Тем Ты бы Мог Еще Тогда Взять Меч Кесаря Зачем Ты Отверг Этот Последний Дар Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok Потому что, начав возводить свою вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагию. Тогда ты приползет к нам, зверь, и будет лизать ноги наши, и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих. И мы сядем на зверя, воздвигнем чашу, и на ней будет написано «Тайна». И тогда настанет для людей царство покоя и счастья. Ну, вот так. А то вообще никто бы так не сделал, не показал. И лицо такое прям подходящее. Да. И как он губы делает. Ну, интересно, когда про войну показывали, там где-то защита, то показали, кто будет Жукова играть. И Жуков с ним встретился и сказал, только он. И он Жукова там исполняет роль. Георгия Константиновича. Ой, страшно как. Братья, можете вопросы задавать. Вопросы можете задавать, братья. Давайте. Я только Федор Михайловича хочу обнять после такого, что он написал. И расцеловать. Как его не упомянуть? Вопрос какой-то? Николай говорит, я после такого написанного Федора Михайловича бы обнял и поцеловал. О-о-о! А Чубайс Анатолий Борисович говорил, да я его этого, как это, прямо разорвал бы зубами Достоевского. Сгрыз бы его. О, как он его приветствует. У меня вопрос есть. Давай. А вопрос такой. Ну, я думаю, не риторический. Так все-таки этот Иван прав был или нет? Был? Есть хоть один такой митрополит, там, иезуит или хоть кто-то, кто именно так думает, как вот этот говорил, иезуит? Сейчас, в наше время, есть такое или нету? Может, их несколько есть. А может, целое сословие. Вот есть или нет? Такое именно. Чтоб так думал. Проверять надо по конечным словам. Мы заменили твой подвиг. Мы спасем всех. Кто не причащался? Кто не причащался? 99% так мыслят. Никаких канонов не надо. Вы только спасли своих гордых, там, эти праведники. А мы всех спасем. Заходите. А мы жестокие. Мы нехорошие. Вот так. Главное-то здесь, что мы исправили твой подвиг, где строгость нужна. Рождение свыше. Водитель за Духом Святым. Ничего не надо. Мы разрешим. А они будут грешить. Но с нашего позволения, священники. Он благословляет на всякую то, что идет. На что угодно благословляет. Так, так что почти все. Вопрос следующий теперь. Вот сейчас у нас интернет-сообщество, наши братья, ну и те, которые могут братьями стать, они ходят в эти храмы, где вот эти самые инквизиторы правят все. И теперь дальше. Как им, как быть им, как действовать в этом деле? Никак. Потому что они на занятиях не участвуют. В субботу вечером никогда их нету. И им разницы нет, куда ходить. В самом начале уже там. Там не было или рождения свыше, или чего-то. Они только нас обсуждают, косточки наши промывают. Я хорошо это знаю. У них нет этого, что вот, представь себе, как приходят, какой у нас порядок, тишина, с каждым человеком занимаются, проповеди. Им это не надо. Им надо пришел и ушел. А почему? А он тот, который стоит, он взял на себя все. Какая разница, куда ходить? Им разницы нет. Они никогда не заходят даже в трапезу, когда идет собрание. Им не надо это. Потому что они чужие. Вот так. Игнат Тихонович, Игорь Владимирович, ну вы повторите вопрос. Вопрос-то там другой был. Ну что я могу сказать? Вопрос другой, да. Вопрос-то о интернет-сообществе, а не о нашей общине. А нашей общине, да, понятно, это понятно. Я сказал тех, которым сказали, что нужно сделать. Их сегодня нету. Батюшки нету. Все, они не приходят. Нет, я имею в виду о братьях наших, вот, в интернет-сообществе, которые ходят в храмы, где там правят эти самые вот священники и митрополиты. Им как вот быть? Как? Что еще им нужно сделать для того, чтобы не впасть вот в эти прелести все сатанинские? Ну, как мы в то время ходили, когда? Мы ни в чем не участвовали у них. Но богослужения не пропускали. Стояли и молились. А дальше отдельно по домам собирались. У нас занятия шли все эти годы. Вот я не знаю, здесь в Барноле это 30 или 40 лет шли. Занятия. А уж когда разрешили, тогда и в университетах, и везде, в школах, везде занятия вели. Но дома мы собирались три раза в неделю, по два часа. А ходили в эти храмы патриаршие. И все, пока община не будет создано. То есть, жертва общения, со святыми общения, да? Вот то, что у нас занятия идут, это спасительно для человека, да? Да. Все. Вот, когда у нас не было общины, мы ходили в храм, не пропускали богослужения. И где можно было, священникам что-то помогали, там, даже крышу перекрыть или еще что-то. Но брали под опеку перед всеми бабушками, там, с крыши снег кидать, дрова на колоть привезти. Я бесплатно печи делал. То есть, обиходили их как только могли. А ходили в патриархию, другого не было. Но занятия у нас постоянно шли. И у нас приходили разные сектанты. И вот таком на дому, когда было, и отец Геннадий Фас обратился. И вот этот обратился следователь КГБ, стал священником. То есть, у нас работа так же шла. Я так из всего этого понимаю, из того, что придумал этот Иван. На самом деле это не придумал он, а это действительность такова. Что самое главное найти доброго пастыря, настоящего пастыря, руками которого совершаются вот это самое таинство крещения, рождения свыше людей. Это самое-самое первостепенное, что у нас теперь остается. Так? Да, мы тогда отпуск, у нас отпуск был такой. Ехали из Барнаула в один конец. Ну, работали на железной дороге все. Родители во Фрунзе. Оттуда мы Каспийское море проходим. Армения, Азербайджан. Ну, одна страна была. Дальше Молдавия, Эстония. Это все в один конец считалось у нас. И везде мы собирались, люди уже знали. Специально знали, куда заезжать. И оповещали, чтобы телефон был. И собирались люди. Вот этот самый, у Останавливающего Гордеева Михаила Федоровича в Москве. И однажды, когда им так понравилось, москвичам наши беседы, они друг на друга смотрят. А ты откуда? Да я от Сокола. Как в Москве. Вот это да, с Алтае. Приехали, чтобы нас, говорит, свести друг с другом. Везде работа, непощадный край. Вот я представляю, сегодня батюшки нету. Ну, меня нету. Вам небольшая потеря. Мы признаем благодать из московства патриархата. И мы будем помогать священникам. Встречи будут. Обязательно найдутся эти люди. К нам они ночью тайно приходили священники. И не один. Просили составить. Вот я исповедую. Он говорит, какие вопросы надо задавать-то. Составить для священников. Покаяния. С нами они ничего не могли, архиереи, сделать. Мы все нигде не нарушали. Травить они травили нас. Людей науськивали. Но мы живые. Так что, не то что... А хорошие священники всегда находились. Всегда. Тогда отец Дмитрий Дудко был другой. Отец Глеб Якунин. А то Александр Мень. Вот мы всех знали. И в разных городах, тогда Ленинград был, там собирались на дому священники. Вот этот Владимир Цветков, Леонид Грошев. Они вышли перед народом, покаялись. Обратились. Священники. И находили подпольные, которые с нами знались. У них там епископы были. Истинно православные христиане. Я так же понял из этого всего повествования, что этот самый инквизитор, он никогда не говорил о том, чтобы люди познавали слово Господне. Он все время говорил о материальных благах, о их счастье. Хотя я так понимаю, что слово счастье, это не слово блаженство. То есть, значит, он говорил только о платином. И потеря слова Божья в устах священников, не звучащая. Это, ну просто зияющая дыра в душах всех людей, которых они пасут. Вот правильно я это, ну, предположил или нет? Люди ходят в церковь или не ходят, они знают, будет загробная жизнь. И они тогда себя выдают за спасителей. Вы только гордыми занимаетесь. А мы разрешим грех. Он прямо говорит. Это то, что сегодня делает патриархия, дверь распахнута. Можно думать, как перейти к мусульманам, там куда-то. А думать, патриархию нельзя переходить, лишь бы порог перешагнул. Тебя никто ничего не спрашивает. Это прямо уже все установлено, что он говорит. Они заменили истину Божью ложью. Все батюшка благословил, батюшка сказал. Они верят в батюшку архиерея. Любви Божией, которая сошла с неба, они не знают, совершенно не знают. И вот это он и говорит, что мы разрешим грех с нашего разрешения. Любить, не любить, они все будут слушать для нас. Потому что хлеб, тайна, все в наших руках будет. Они как-то мы подводят. Щип тебе правая рука и чело. Все религи они сметут. Но останутся в пещерах, где-то там под землей или неизвестно где, в тайге. Они нас люто ненавидят. Просто люто. У меня сохранились. Моя переписка с Гидеоном, архиепископом в Новосибирске. Потом с Ставропольским митрополитом был. Для слова Божия нет ус. Там все написано это. Мы везде свидетельствовали. Везде. В метро. Там храмы где было. Я даже в храме Василия Блаженного. И там удалось благовествовать. Третьяковки. Исаакиевский собор. Все. Где только можно было. В разных-разных местах. Шло свидетельство. Обращались новые люди. И, конечно, находились священники. Строго все соблюдали. Один раз через меня Бог так сделал. Ну, Бог это сделал так. Подпольные христиане. Тридцать два человека обратились. И там у них уже были, которые монашеский чин приняли. И мы тогда, ведь тогда был архиепископ Гидеон Докукин в Новосибирске. Их в сущем сане приняли. Шишкина Раиса. Она стала Ксенией, такого-то монастыря здесь, игуменей. Это наши люди все. На домах они пришли, покаялись. И они стали детей пускать в школу. Стали пенсии получать. Они ничего этого не имели. Подпольное. И у меня на работу защистили сотрудники КГБ. И что? Вот Биденко. Александр Семенович его звать. Он майор был тогда. Хотели меня забросить на Абазу. Там, где староверы. Чтобы они вышли. А я говорю, вы меня дорогой столкнете. И все. Красноярский край. Я был там. Ну вот так. Труд всегда есть. Трудиться надо непрерывно. Трудиться. Мы даже накапливали средства. Десятину отдавали баптистам. Они подпольно издавали новые заветы. Где-то в Эстонии. Там, говорят, в подземельях. Мы всегда находили где быть. И мы постоянно их посещали. Баптистские собрания. И оттуда приходили новые люди. Спасибо, Христос. Вячеслав Семенов отошел. Его нету. К службе готовится. Говорите, кто будет молиться. Я пропою. Сейчас. Хорошо. Минуточку. Я загляну сейчас. Кто у нас тут есть. Валентина Дмитриевна Сортисон здесь? Да, я здесь. Ну, вот уже все ясно. Как вы знаете, как пропоются сейчас братья тут. И сразу кратко помолитесь. Прославьте Пресвятую Троицу. И аминь скажете. И кто согласен, говорите аминь. Во славу Богу. Достойно есть якова истину. Блажите Тя, Богородицу. Пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим. И славнейшую без сравнения Серафим. Без истления Бога Слова Родшую. Сущую Богородицу Тя величаем. Милостивный Создатель, милостивый Господь, сотворивший небо и землю. Во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего. Прими нашу молитву. Принаши многократные благодарения за все милости, оказанные Тобою нам. Господи, мы благодарим Тебя за эту общину, созданную Духом Твоим Святым. Где мы находим успокоение. Где мы видим отдушину от тех дел, от которых мы видим в своих храмах. Мы рассеянные здесь. Помоги нам, Господи, сохранить всех в том духе и с теми правилами, которыми мы научены здесь, в этом интернет-обществе. Мы благодарим Тебя, Господи, за учителей, за Игнатия Тихоновича, который объединил нас вокруг Тебя. За всех братьев, которые научают нам, помогают нам понять Слово Твое. Господи, помоги этим братьям, укрепи их, Господи. Прости, Господи, в чем мы здесь согрешили. И направь нас, Духом Твоим Святым, на исправление наших неправильных дел, наших грехов, которые мы совершили прежде. Благодарен Ты, Господи. И благословен Ты, Господи. Мы Тебе славу отсылаем, милосердный Господь. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Слава Христу. Аминь. Спаси Христос. Благодарю за занятие. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Продолжение следует...